Мы с вами находимся в самом сердце Петербурга, где, как обычно, куда-то спешат люди, о чем-то думают, о чем-то мечтают, улыбаются, ждут. Вряд ли кто-то из них сейчас в эту минуту думает о смысле жизни. Ну а мы попробуем понять, что есть смысл жизни. Александр Семенович Кушнер, замечательный ленинградский петербургский поэт, когда-то в своих стихах написал так. «Смысл жизни в жизни, в ней самой, в листве с ее подвижной тьмой, что нашей смуте непонятно». И в его стихах мы, на мой взгляд, узнаем так много подлинной правды того, что есть искусство, чем живет поэзия. А еще сейчас на улицах нашего города, когда уже совсем наступила весна, появились бабочки. Они прихотливые, нежные создания, которые что-то знают, то, чего не знает человек. Так и в стихах. И Александра Семеновича Кушнера в том числе. Есть удивительные ответы на наши вопросы. Зачем живет человек? Зачем существует поэзия? И что такое подлинная красота? В нашей смуте, в нашей суете мы действительно очень редко можем доставить себе подлинное наслаждение, открыть книги настоящих поэтов, поймать бабочку счастья. Александр Семенович Кушнер уникальный поэт, который незримыми нитями, мостами связан с очень многими русскими поэтами. Но, может быть, главное, что дарит нам его стихи, я просто прочитаю, как он сам писал, стихи устроены так, что их пишущий в процессе создания избавляется от тоски, преодолевает мрак. И этот порыв, преодоление тяжести недобрый, и есть, может быть, секрет и тайна его творчества. Эти бабочки, хрупкие, нежные, которые что-то знают о мире больше, чем мы, они очень часто встречаются в его стихотворениях. Если попробовать понять, что такое поэзия Кушнера сейчас в наше время, а времена не выбирают, как сказал он же, то это новый какой-то, может быть, импрессионизм, потому что у него есть стихи об этом, потому что мазками, штрихами, светом он действительно напоминает картины Клода Мане или других импрессионистов. Я бы попробовала и рискнула назвать его стихи новым акмеизмом, и недаром так часто напишут об Ахматовой, Мандельштаме, потому что простота, подлинность самого слова возвращают нам его стихи сейчас. Александр Семенович Кушнер среди многих поэтов незримыми нитями связан с поэзией Афанасия Афанасьевича Фета. И роднит их, может быть, еще и бабочка, как символ какой-то неприходящей мимолетной красоты и легкости. Я позволю напомнить вам знаменитое стихотворение Афанасья Фета, написано на 1884 году, называется «Бабочка». Ты прав, одним воздушным очертанием я так мила, весь бархат мой с его живым миганием, лишь два крыла. Не спрашивай, откуда появилась, куда спешу, здесь на цветок я легкий опустилась и вот дышу. Надолго ли, без цели, без усилия, дышать хочу, вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья и улечу. Вы заметили, что само стихотворение Афет был действительно прежде всего жрецом красоты. Его поэзия – это храм света, радости. Ничему другому места не должно быть в стихах, как он считал. И даже это стихотворение формой своей напоминает нам, как бабочка, то раскрывает крылья, то складывает их. Начиная с удивительного диалога или с удивительного утверждения «ты прав». Он дальше говорит об этой уникальной воздушной, крустальной красоте, одним воздушным очертанием я так мила. И дальше, если вы заметили, речь идет о легкости, о полете, о бессмысленной, бесцельной может быть жизни, но тем самым это утверждение и жизни самой. А еще, как писал сам Афанасий Афет, скорбь не может никогда вдохновлять. И вот с этой мыслью, что скорбь не может вдохновлять поэта, что даже самая тайная печаль должна порывом созидательным превращаться в наслаждение и в радость бытия, это тоже тот мостик, который связывает очень сильно поэзию Александра Семеновича Кушнера и Афанасия Фета. И поэт сложной судьбы, Афанасий Фет, все-таки каждым своим стихотворением дарит нам смысл существования, потому что поэзия действительно сердцевину какой-то бытия открывает нам. И кто сказал, что смысл жизни нашей не в понимании каких-то очень простых вещей? Если мы с вами попробуем прочитать самые разные стихи Александра Семеновича Кушнера, то мы заметим, что бабочки летают на строчках самых разных его стихотворений. Он, конечно, подчеркивает, что бабочки к нему прилетели из произведений Владимира Набокова, у которого бабочка действительно присутствует в каждом почти его романе. И Набоков, который утверждал, что эстетика, а не этика, но есть, собственно, цель искусства, любуясь чудесной, прихотливой, какой-то уникальной красотой бабочки. И в романах своих «Приглашение на казнь», например, где в темнице Цинцинату вдруг он видит эту самую бабочку. Или же чудесный рассказ «Рождество», где потерявший ребенка герой не готов жить дальше, и вдруг чудесным образом он видит, как бабочка из хокона, из коллекции, которую собирал его сын, вдруг вновь возвращается к жизни. И понимает, что Рождество может наступить, и даже такие трагичные минуты. И я хотела бы, может быть, разные стихи Хушнера почитать, но, например, одно из них начинается так. Влажных бабочек что-то ни разу я не видел и мокрых стрекоз. А ведь ливень бывает по часу, льет и дольше, сплошно, и всерьез. И дальше, удивляясь и не понимая, где прячется бабочка, он в конце скажет, о чем они все равно говорят нам. Не о жизни, пронизанной светом, не о смерти, съедающей свет. В Набоково только об этом я спросил бы, он знает ответ. Бабочка из стихотворения Афанасия Фета, мне кажется, перелетела в стихотворение Хушнера, которое называется «Сложив крылья». И, прочитав его, мы поймем, мне кажется, ту прозрачную хрупкую красоту и то, что я называю глубинным смыслом, потому что в этом стихотворении есть удивительные мосты, нити к другим произведениям литературы. Крылья бабочка сложит, и с древесной корой совпадет ее цвет. Кто найти ее сможет? Бабочки нет. Ах, ах, горе, нам горе, совпадут всеми точками крылья, ни щелки, ни шва, словно в греческом хоре «Строфа» и «Антистрофа». Как богаты мы были, да все потеряли. Захотели б вернуть этот блеск, и уже не могли б. Где дворец твой, слепец? Ты идешь, спотыкаясь в печали, царь Эдип. Радость крылья сложила, и глядит оборотной, тоскливой своей стороной. Чем душа дорожила, стала мукой сплошной. Смотрите, ведь очень часто в стихах Кушнера мы читаем о том, что есть вещи скорбные, печальные, но дальше он ищет выход. И меняется почерк, и склонясь над строкой, ты не бабочку ловишь, а жалкий засохший листочек, показавшийся бабочкой под рукой. И смеркается время, где разводы его бархатисткой от ткань и канва превращаются в темень жизнь. Узор дорогой, различаешь в тумане едва. А вот здесь уже прозвучали очень важные, как мне кажется, в поэзии Кушнера, мотивы жизни, ее узора прихотливого времени, которые нужно понять и применить на себя. Дальше возникает некая география, потому что он пишет, сколько бабочек возникало, прельщало, лиловый потек их Париж, тропический зной. И как мы это принимали за подлинное, за настоящее. Ах, ах, зорчи, смотрите! Вот так вот, ненавязчиво и иронично может быть, озираясь вокруг и опять погружаясь в себя. Может быть, и любовь где-то здесь, только в сложенном виде, примастилась, крыло на крыле, молчаливо любя. Может быть, и добро. Если истина, то втихомолку, совершенная в тайне, оно совершенно темно, не оставит и щелку, чтоб подглядывало кто-нибудь, как совершенно оно. Смотрите, о добрее, злее, о том, что можно не различить чьи-то контуры, о том, что разглядывать надо в этом мире самые простые и очень мудрые вещи. Может быть, в том, что бабочка знойные крылья сложила, есть и наша вина. Очень близко мы к ней подошли. Отойдем, и вспоркнет, и очнется. Принцесса Брамбила в разноцветной пыли. Прочитайте сказку Гоффмана «Принцесса Брамбила», и вы наверняка откроете для себя вот эту удивительную тонкую маскарадность, мишуру и подлинную красоту жизни. Возвращаясь к суету жизни, забывая о чем-то очень важном, не забывайте, пожалуйста, что цель искусства в том, чтобы заставить нас или научить любить жизнь во всех ее бесконечных проявлениях. Это мучит нас и поэзия Фета, и поэзия Кушнера, и в том, что смысл жизни в жизни самой, и в том, что жизнь таинственна. И будьте добры, доставьте себе хоть иногда радость и счастье открыть стихи замечательного русского поэта Александра Кушнера, поймать бабочку поэзии, изящества, красоты. Помните о том, что действительно счастье и смысл в ваших руках. Субтитры создавал DimaTorzok